Заявление для прессы У нас, кроме всего прочего, почти своим присутствием наш сенатор Ольга Тимофеева Поэтому, с вашего позволения, я предоставлю сначала не слово, а потом мы уже слушаем все вместе, слушаем вас Еще вопрос, если письменные, они будут передаваться и ответы, как они будут? С письменных вы указываете адрес, адресы, да, и письменные ответы будут с письменным Ваши письменные обращения будут официально заинстелированы? Через канцеляр? Конечно Прошу, Ольга Тимофеева, сенатор День добрый То есть, опять-таки, нас с вами собирают тревожные новости У нас с вами уже характерно, начиная с января месяца Вот такие исторические связаны, опять же, с работой института Мы сейчас поднимаем документы В 2014 году, во время ялтинской встречи с представителями культуры Крыма и Севастополя Президентам были даны поручения И одно из поручений непосредственно касалось музея-заповедника Херсонеса Таврического Поэтому сейчас мы поднимем этот документ Для того, чтобы понять, что же именно, какая излагалась последовательность действий Но, скорее всего, эта ситуация будет аналогична с институтами И, следовательно, мы с вами будем иметь очередное неисполнение поручения президента То, что нужно действовать по закону А закон в данном случае, я считаю, все же на стороне коллектива, научного коллектива И интересы, в данном случае попытались столкнуть интересы разных ведомств Это глубоко неправильно Даже если, гипотетически, предполагая, что где-то в планах вынашивается действительно, скажем как, передача под русскую православную церковь этих земель, этого объекта То тогда это не должно решаться таким образом То есть должны были быть проведены общественные слушания Необходимо было услышать экспертов Взвесить все возможные за и против И тогда уже принимать решения То есть, когда это принимаются волюнтаристки, то всегда за этим следует большая беда Вот то, что мы сейчас с вами видим, то, что на протяжении недели трясет научный коллектив И фактически трясет город, потому что непонимание И, как всегда, если что-то решается неправедным образом Мы с вами можем предположить, что за этим стоят чьи-то корпоративные интересы Неправедные интересы С одной единственной целью, что этот статус защитит заповедник от любых неправомерных и неправомочных действий Почему это было затянуто и затягивалось в том числе управлением культуры города Севастополя То есть исполнительной властью Севастополя Я думаю, предстоит выяснить, но этим заниматься будут, наверное, уже другие органы Так что, благодарю за внимание А как можно выразить правильное недоверие нашему губернатору? Народ его не любит Народ считает, что он враг нашего города Столько-столько сделал он для нашего города Не сделал ни один, даже Куницын, Саратов, которых мы считали самыми плохими на тот момент мэрами На сегодняшний день он враг Он ростчерком пират дает нашей земле Кто он такой? Ну, кто он такой? Обратите внимание Что фактически он сам делает свои действия нелегитимными Он сам своими действиями отнимает у себя власть Ну да, я думаю, еще вопрос На встрече с сотрудниками губернатор говорит Я имею на это право Да, Путин знает, что это с вами так и свои полноцен Но на данный момент стало известно, что данное самоцепление не проводилось Вот я считаю, что мы должны с вами пройти процессы именно законно, обращаясь в органы, которые компетентны То есть в отношении губернатора мы можем обратиться, соответственно, в исполнительную власть, вышестоящую власть Мы можем обратить внимание, почему вот сейчас я хочу поднять поручение президента Для того, чтобы опять мы идем на ту схему, которая прописывалась Для того, чтобы мы опять с вами действовали в законных рамках И могли обращаться в администрацию президента, основываясь на неисполнении поручения президента четкого И показывая бездеятельность правительства в отношении... О том, что это провокация мирового уровня то, что дерьмом замазали церковь, то, что информация вылилась за границы. Опять, понимаете, как? Эффект вообще события. А давайте посмотрим, кто становится камушком. Каким образом? Я опять считаю и считала, что любое событие нужно рассматривать во времени. Человек, который принимает решения, он ответственнее намного тех, кто находится на этой площади. Потому что от его решения зависят судьбы людей, которые, опять же, являются сотрудниками заповедника, жителями города. И когда он принимает решение нарушения именно права, человек ощущает несправедливость, то и возникает вот та ситуация, которая возникла. Ее нужно обходить. Я еще раз говорю, если это было, ну как вот, планы действительно создать центр духовности, чтобы сюда пришла церковь, это должно было решаться другим образом. Оно не должно было вот таким галопирующим наскоком, который фактически привел ко всему тому, о чем вы говорите. Уважаемые товарищи, здесь присутствует, как вы уже поняли, сенатор Ольга Киматиева, депутат ЗАГС Севастополя Виктор Посметный и я депутат ЗАГС Севастополя Александр Караваев. Мы вас теперь слушаем, доставляем вам слово. Можете вручать бумаги, какие для ЗАГС Севастополя. Дорогие коллеги, мы уже начали нашу акцию как-то, да? И мне хочется от вашего имени, от коллектива заповедника и от правкома, от Росоюзного комитета сотрудников заповедника, вручить наш, дорогой сенатор, обращение коллектива заповедника с обозначением той позиции, которую большинство коллективов в этой создавшейся ситуации заняло. Вот я, наверное, показываю всем этот подписной линд, который подписали большинство наших сотрудников, к сожалению, находящихся в отпусках, в экспедициях, мы на больничных, есть такие у нас люди, и мы не в состоянии их вызвать из заграничных командировок, экспедиционных и так далее, поэтому здесь не все достаточно представленные наши сотрудники. Но, поверьте, это основная масса коллектива, которая в едином порыве практически устроила такую горячую встречу нашему губернатору два дня назад. Это обращение, которое является копией практически того обращения, которое мы зачитали тогда губернатору Сергею Михайловичу Миняйлу 29-го числа. Оно озвучено, оно есть на многих сайтах, все его прекрасно знают. Я думаю, мы не будем повторяться и читать, чтобы не занимать ваше время и отобрать время на вопросы для наших уважаемых законодателей. Но, наверное, именно как раз, отвечая еще нашим обращениям на вопрос из вашей среды, именно попросим вот этим самым обращением наших уважаемых законодателей с правовой и юридической стороны дать настоящую правовую оценку тому, что произошло сегодня в Фессонесе, не вдаваясь в подробности, потому что мы не знаем, откуда растут корни и что мыслилось, затевая вот эту вот акцию. Поэтому вручаем вам нашу скромную бумагу с подписями и надеемся, что наши депутаты, избранники народа будут в состоянии дать правильную оценку тому, что происходит вокруг Фессонеса. Сколько человек подписались? Около ста. И представьтесь, пожалуйста, с фамилией, имя ваше главное. Николай Алексеенко, завшилиалом заповедника, доктор Сарбоны, ну, все остальное. Можно вопросы, если у кого есть. На сегодняшний день в Севастополе не утвержден закон об объектах структурного наследия по городу Севастополю, как это сделано в других субъектах Российской Федерации. Поэтому мы пользуемся 73-м федеральным законом, в котором указано, что все объекты археологии являются федеральными собственными, то есть объектами федерального значения. Неважно, оформлены ли эти права или нет, уже априори наличие такого огромного количества памятников в археологии дает нам право рассчитывать на федеральный статус. Второй момент – это нахождение объектов заповедника в ЮНЕСКО, что приравнивает его к объектам особо ценным и особо охраняемым государством. И опять же, на всех этих, если взять законодательство Российской Федерации, 73-й, земельное законодательство, градостроительное законодательство, то там везде будет указано то, что на данных объектах, особо ценных и федеральных, невозможно проведение каких-либо работ без проектной согласовательной документации и ее согласовывать на самом высшем уровне. Хотелось бы уточнить все-таки, понятно, что назначение нового директора, назначение старого – это кадровые вопросы, которые могут быть решены на уровне города, федерального субъекта. Но насколько возможно то, что мы сейчас видели, то есть когда новым уже директорам ведутся работы, которые никем, нигде не согласованы, никакой проектной документации на них нет, и при этом человек позиционирует себя как то, что он будет сохранять интересы Херсонеса, интересы государства, интересы науки и интересы ЮНЕСКО, которые представляют международный резонанс. Хотелось бы все-таки выяснить этот момент, насколько законно такое поведение нового директора? Представьтесь, пожалуйста. Заведующий сектором отдела охраны исследования памятников Бескаравайна Наталья. Спасибо. В ситуации мы должны получить правовую оценку соответствующих органов. То есть я вижу вариант такой, что вот по проведению этих работ необходимо заявление в прокуратуру. И прокуратура, как орган надзора, должна вот эту правовую оценку и выработать. Вы подписались должным директором сам на себя заявление? В данном случае я думаю, что опять же вы выносите вопрос, обращаетесь к законодательному собранию. И законодательное собрание, оно уполномочено именно такие вопросы решать. То есть если вопрос возникает, то оно на деле направляет вопрос в соответствующий государственный орган. И государственный орган уже отвечает не только заявителю, но и законодательному собранию. То есть вот точно так же то, что отражено в вашем письме, оно распределяется как? То есть ты, когда изучаешь документ, ты определяешь, какой орган должен быть подключен для решения поставленной задачи. И, соответственно, направляешь свое уже обращение с просьбой получить исчерпывающую оценку действием, бездействием. И действуешь уже в зависимости от ответа дальше. То есть это, вот я говорю, это уже полномочия законодательного собрания. А если у нас церковь отделена от государства, это так? Церковь отделена от государства, это так. А может, когда государственные там служащие? Приводится пример, когда такие объекты на территории Российской Федерации существуют. Частная Петроицкая и Сергиевская лавра. Ну вот это совсем не так. Мы с вами понимаем. В данном случае как раз и ставится вопрос, что Персонес... Да, да. То есть вот здесь возможность опять ставить вопрос, получать на него ответ и апеллировать уже к самым верхним источникам власти. Потому что показывает. Это можно обращаться уже непосредственно. Я говорю, законодательные у нас с вами есть в власти, исполнительные и судебные. Хотелось бы добавить в эти два музея, которые нам называют Сергеев Посад и Соловецкие острова. Это музеи при монастырях. И там изначально директор был служитель в церкви, и это нормально. Наш музей, крупнейший археологический заповедник на территории России, аналогов которому в России просто нет. И изначально у нас не может быть человек духовный, хотя лично против него мы, возможно, ничего и не имели. Но сама ситуация, которая вот сейчас случилась, сложилась так, она даже, ну, по человеческим принципам она неправильна. Потому что я лично считаю, что человек, который является служителем Бога, он должен служить справедливости. А справедливо ли это, что без объяснения причин увольняют человека с работы в течение одной ночи, не объясняя ни ему, ни его коллективу эти причины. И единственное, что нам сказали, причина – мое решение. А мое решение обусловлено моими полноучиями. Я вам цитирую нашего показателя. Ну, в данном случае я понимаю, что... Людмила Знаменская за всех сторон научной библиотеки заповедника. Что господин Кулагин будет обжаловать это решение в суде. И, соответственно, суд будет затребовать основания и документы. И основанием для увольнения не может быть формулировка мое решение. Должно быть соответствующие статьи. И... 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 Тогда опять возникает вопрос. А что дальше? Как минимум, должно быть... Да. Ольга Леонидовна, а Кулагин подтвердил, что он будет жаловаться в суд? По моей информации, он будет жаловаться. Вот стопроцентный гарантии у меня, естественно, нет, пока он сам не сделает заявление, что вот он уже вошел в судебный процесс. Спасибо. У меня еще вопрос. Вопрос. А образование уже, как начальника соответствует? Что ты его заставить? Спасибо. Спасибо. Нет. В данном случае... Скажем так, я не успокоен задавать все оценки. Духовная академия, которые рады и исторические образования, которые рады и рады и рады и рады и рады и рады. А что такое... Свечек? А что вы прям... Ну, как вы? Ну, как, вы описали? Как вы такие? Что через улицу сегодня? Грязный. То, что мы видели по телевидению, когда было представление моего директора... Честно говоря, я не совсем понял позицию губернатора. Логику этого кадрового назначения совершенно непонятна. Насколько я понимаю, достаточно сложный вопрос. Большой здесь, со всем уважением к соседке. У него нет ни профильного образования, ни опыта работы. Справится ли он? Я так понимаю, благочинение тоже ведь у него работает. Поэтому не совсем понятна логика этого кадрового назначения. Поэтому мы решили выслушать и переговорить с другими, скажем так, участниками этого процесса. С новым директором, с севастопольским благочинением. Он теперь двух ипостасик, поэтому придется разговаривать двух ипостаси. И с губернатором, насколько я знаю, он сейчас просто в объезде. Чтобы понять эту логику, почему. У нас слишком и так много социальной напряженности в городе. Зачем еще искусственно раздувать этот пожар? Ну, не совсем понятно. Давайте, по сути, собирая вот...